Витамин В6. Дефицит витамина В6 является причиной трудноизлечимых приступов судорог и которые устойчивы к обычным противоэпилептическим припадкам. После добавления витамина В6 приступы проходят. Например, вот здесь то, что дефицит В6 связан, например, у детей больше с приступами эпилепсии, но, например, здесь также те, у кого не было дефицита В6, они все равно, то есть при эпилепсии это помогало контролировать приступы, уменьшало их. Но, конечно, здесь больше подходила форма ПЛП. Это коэнзимная форма, она давала лучшие результаты. Вот, например, такой вариант ее на Айхербе. Поэтому, конечно, берите только эту натуральную форму. Магний. У людей с эпилепсией магний часто понижен. Добавки уменьшают судороги у людей с эпилепсией. Но, конечно же, магний лучше брать в хилатной форме. Он намного лучше усваивается. И также, если вы сделали анализ на магний и у вас говорит, что у вас анализ в норме, магния нету проблем с ним, все равно пейте магний. Потому что анализ крови, он не показывает реальную нехватку в тканях. Вот здесь рассматривается, какое питание вообще должно быть. Например, частый механизм развития судорог является дисбаланс между свободными радикалами и антиоксидантными агентами. И также, например, у детей с эпилепсией уровень цинка, селена понижен, а уровень меди часто повышен. Здесь обязательно почитайте, например, какие таблетки вы употребляете. И здесь также написано, какие витамины и минералы истощаются. И это очень важно, потому что все эти таблетки, они именно истощают. Также уровень кальция, В12, фалата, С, В6, А витаминов. С этим надо быть осторожным. Также витамин С является антиоксидантом и нейропротектором. В комбинации с Е витамином снижают окислительный стресс. И также сам С витамин рассматривается как противоэпилептический агент и новый метод лечения судорог. Также он очень часто повышен у эпилептиков. Ну и тут дальше рассматривается диета. Например, кетогенная диета. Вообще она неплохо помогает. Она снижает уровень сахара, который способствует контролю судорог. То есть чем меньше сахара, тем как бы у вас легче контролировать. Ну и, конечно, там другие механизмы действия еще. И также очень важны в этой диете масла, жиры. Например, масло МСТ. Вот, например, они на Херби. Вот они в продаже есть такие масла. Также надо, конечно, добавить еще рыбий жир. Например, омега-кислоты в дозировке 1080 мг один раз в день. Очень эффективны для снятия приступов. И они, как раз эта дозировка лучше, чем большая дозировка. Но в другом исследовании там была дозировка 0,6 до 2 граммов рыбьего жира. Омега-кислоты не уточнялись какие. Поэтому, думаю, омега-кислоты в районе 1000 держите. Ну, также, и, конечно, если вы принимаете кетогенную диету, то нужно все-таки витамины тоже дополнять. Потому что она там тоже падает уровень витаминов. Ну, вот это вот следующий обзор, где именно питательные вещества рассматриваются. Здесь также и омега-кислоты, и витамин В6. Описание можете почитать. Например, здесь витамин Д. 23 пациента с эпилепсией принимали 4000 МЕ. 28 дней и 16000 МЕ в течение следующих 28 дней. И у них на 67-71% была снижена частота приступов, исходя из начальной. В другом исследовании уже витамин Д снижал на 40% частоту приступов, которая трудно поддавалась лечению. Ну, было еще исследование, где не показывало улучшений. Но поскольку он настолько полезен при этом, то его, конечно, рекомендуют добавить к лечению. Также здесь витамин Е. В дозировке 400 МЕ каждый день в течение 3 месяцев снижал частоту приступов на 60%. Ну, и также помогал при рефриктерной эпилепсии. Ну, и есть исследования, где он не очень помогал, но опять-таки его советуют тоже добавить. Марганец. Также нашли связь марганца между как раз-таки, то есть когда он понижен, и наличием судорог у людей. Растения. Терминалия хебулла, которая родом из Южной Азии. Этанольный экстракт значительно сокращает продолжительность судорог у мышей. 200 и 500 мг на килограмм обеспечивают защиту. Анис. Метанольный экстракт семян аниса. 200 мг на килограмм у мышей показывает значительную противосудорожную активность. И анисовое масло, оно также является противосудорожным и нейропротекторным действием. Так, потом у нас дальше испанская ромашка. Но у неё официальное название анациклус перетру. Этанольный экстракт корней в дозах от 100 до 800 мг на килограмм у крыс проявляет противосудорожную и нейроформологическим эффектом. Лавр благородный. Ну, здесь проверяли эфирное масло. Оно также защищало мышей от судорог. Но было токсично. Ну, не знаю, в принципе, лавр как бы чай, например, делают. То есть водный экстракт, я не думаю, что таким обладает действие. Можно попробовать. Майоран. Листья и стебли, этанольные и водные экстракты проявляли тоже противосудорожное действие. И сокращали время приступа. Ну, и также можно использовать их для лечения эпилепсии и других нарушений центральной нервной системы. Чёрный тмин обладает противосудорожной активностью у мелких животных. И эффективнее вальпроевые кислоты. Водный экстракт оказывает противоэпилептическое действие у детей с рептриектельными приступами. И активное вещество тимохинон. Один миллиграмм на килограмм у детей с эпилепсией в течение одного месяца. Получается там две недели перерыв и опять один месяц. И это вещество значительно сокращало приступы по сравнению с плацебо. Цезальпиния бандук из Аюрведы. Но там её название бандук хенди. Обладает противосудорожным действием. Перец длинный. Его алкалоид пиперин обладает противосудорожной активностью. Повышает биодоступность фенитаина у людей. Ферула камбиндононская и ферула вонючая. Также проявляют противоэпилептические свойства у мышей. Лаванда стехотская водно-метанольный экстракт цветов у мышей уменьшал тяжесть судорог. Горчица чёрная. Также экстракт семян. Можно им лечить судороги. Ну и ещё рута могиленс. Она также при этом помогает. Потом, конечно, там ещё есть такое вещество, как таурин. Но с таурином надо быть осторожнее. Потому что по исследованиям маленькие дозы провоцируют приступы. А большие дозы они снижают. Поэтому не знаю. Может даже не буду такое советовать. Продолжение следует.